Барановича. Он расписал многопостроенный храм святого Георгия. Я думаю, что следующая выставка, когда будет, мы обязательно покажем его работы. Мы сейчас работаем над интересным проектом, который покажет нам храм Александра Невского в Варшаве, который сто лет тому назад был разрушен польскими националистами. Это был грандиозный храм, который был построен по проекту Леонтия Бенуа. И в этом храме работали практически все художники, которые работали в спасенной крови у нас. И мы в память об этом, так сказать, злодеянии духовном, по крайней мере, первую волу, мы хотим сделать выставку, посвященную гибели этого храма. Потому что мастера общие, и нам хотелось бы это показать. Вот. И несколько мозаиков, сохранившихся, которых удалось спасти, из Варшавского собора, их переместили в Барановичи. Барановичи такой интересный город. В годы Первой мировой войны там был штаб русской армии. Вот. И поэтому связей у нас сегодня очень много с Белоруссией. Я думаю, что они будут множиться, множиться, множиться. У нас есть интересные проекты. В том числе, я думаю, что еще одна выставка, которая познакомит с храмами, которые... Ну, фотографий много, а площадь не очень велика. Спасибо, конечно, капелле и руководителю Сергеевне за то, что они, ну, я бы не стал говорить, приютили, но дали возможность именно здесь, в этот день, показать, открыться, сказать о том, что мы вместе. Вот. И, конечно, я хотел бы еще напомнить об одном замечательном проекте, который только что был. Это храмы Сербии, святыни Сербии. Мы как и выставку святыни Сербии, так и эту выставку обязательно покажем не только в Петербурге. Я думаю, что мы пройдемся немножко по границе, нынешней границе России, так, ну, от Ивангорода и, наверное, до белорусской границы дружественной, и до Бреста. Я думаю, что нам есть что показать, потому что это очень важно. Сегодня надо крепить наше единство, сегодня надо самим духом крепнуть. Поэтому я думаю, что событие, вот это сегодняшнее, пусть оно может быть не грандиозное, но, во всяком случае, очень любопытное и очень глубокое. Спасибо. Спасибо.